приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео делим внимание народным приметам на 4 августа поговорим о народном празднике в этот день что можно делать в этот день и чего нельзя делать в этот день чтобы не привлечь беды проблемы и несчастья друзья очень много вот важной ценной информации поэтому обязательно посмотрите это видео от начала до конца итак друзья 4 августа в народном календаре это день марьи суровицы также этот день народе называли как мария ягодница марин день мария искусница также были такие интересные названия этого дня в народном календаре как мироносица или растная оконница а вот православная церковь почитает память христианской святой последовательницы иисуса христа мария магдалины мария магдалина происходило из города магдала а прозвище магдалина считается географическим это христианская святая является наиболее таинственной и загадочной фигурой на протяжении церковной истории она стала предметом предметом многих мифов и теорий мария к сожалению присутствовала и видела распятие иисуса христа а также была и у пустого гроба на утро его воскресенье конечно же библии нет информации о том что мария была блудница они сказано лишь аж однажды как о женщине одержимой демонами православная церковь не отождествляет марию с евангельской грешницей и почитают ее исключительно равна апостольной святой иска из которой изгнали бесов а вот в католической церкви магдалина приобрела черты кающиеся блудницы главными ее атрибутом стался суд с благовониями согласно католической традиции женщина зарабатывала на жизнь блудом но встретив иисуса христа оставила ремесло и последовала за ним вифания она омыла ноги иисуса христа миром и вытерла своими волосами а вот девушки в этот день 4 августа молили молили святую магдалину подарить им неземную красоту помимо молитв использовали и другие способы утром представительницы прекрасного пола собирали в серебряную посуду росу который потом умывались считалось что серебряная роса придаст кожу здоровый вид и красивый румянец еще для лица делали маски из ягод с той же малины смородины кружу крыжовника и делали конечно же примочки из трав однако росу на марию 4 августа считали полезной только для кожи лица а вот для растений и скотины по мнению наших предков она была губительной поэтому крестьяне рано утром отправляя отправлялись на огород и встряхивали росу с растений скот в этот день в поле не выводили боясь что выпас приведет гибели животных считаю что если скотина поезд луговой травы в 4 августа марин день то заболеет и даже умрет обильная роса считалась настоящим и бедствием местах где выращивали лен в народе говорили если на море большие росы будут льны серы и косы если погода была дождливая в этот день то работать в поле было нельзя потому что молния убить может если же срочно нужно было что-то сделать сделать то молились марии магдалине прося ее заступничество к этому времени уже в лесах поспевали ягоды и люди отправлялись их собирать ягоды обязательно заготавливали на зиму из них варили компоты и варенья обычаем обычно марин день светило яркое солнышко и надеемся в этом году она тоже нас порадует хозяйки мариным светом старались осветить свое жилище занавески с окон снимали и стирали окна обязательно мыли паутину обметали березовым веником который был оставлен от троицы а вот садоводом 4 августа река при рекомендовалось выкапывать и сушить цветочные луковицы вы знаете 4 августа это день был днем собирательства считалось что раз к этому времени поспела большая часть ягод то сегодня их нужно было собирать и делать заготовки те же варенья компоты к вечеру уже обычно делали большой ягодный пирог помимо ягод собирали росу она по поверьям обладала целебными свойствами именно для девушек так что ранним утром они выходили собирали и в серебряную посуду а после умывались однако повторимся для скотины в этот день роса была наоборот опасна она могла могла отравить животных поэтому девушки не только помогали себе но и и берегли таким образом скотт конечно в этот день 4 августа были и определенные запреты которые старались выполнять наши предки так вот в этот день 4 августа было запрещено работать в поле наши предки боялись грозы они были уверены что именно сегодня она их может убить сегодня нельзя было сметать паутину обычным веником или тряпкой надо для этого было использовать только березовые веники или веточки которые остались после троицы тогда считалось что в доме всегда будет мир благополучие и достаток также 4 августа нельзя в сарае или в подвале ставить мышеловки или класть отраву для истребления грызунов поскольку дворовой может обидеться также в день марии ягодницы не рекомендовалось рано утром выводить скотину на выпас по старинному поверью сегодняшняя утренняя роса была вредна для животных и могла их погубить также в этот день 4 августа не рекомендуется ходить по россии голыми ногами в ней по народным поверьям в этот день нечистая сила вымачивает лен для будущей одежды русалок также запрещено было 4 августа держать окна и занавески грязными считается что чем больше чистого света проникнет в дом тем более здоровыми и удачными будут его обитатели у наших предков все-таки 4 августа это был праздничный день поэтому в этот день наши предки не ссорились не скандалили конечно же не трудно было догадаться что дары которые можно получить в этот день просто пройдут мимо людей истощающих такой негатив также именно 4 августа наши предки проводили ритуал на сохранность денег вы знаете это ритуал поможет не только не тратить деньги на ненужные покупки или вещи но и также защитит вас и ваши деньги от воров и потерь поэтому 4 августа вам нужно нарвать разных ягод не считая их количество и положить их в емкость на дне которые будут лежать денежки которые будут завернуты в красную натуральную ткань затем вам нужно сказать следующие слова как ягод не перечесть таки денег моих нет честь как ягоды еще соберу такие денежные запасы еще пополню как ягоды с каждым днем зрею таки мои кошельки от купюр толстеет мое слово закон печать язык замок после этого эти ягоды нужно съесть самому ни с кем не делясь а деньги спрятать в укромное место 4 августа люди употребляли в пищу исключительно здоровая еду вход шли фрукты ягоды овощи больше всего в этот день люди любили употреблять в пищу арбуз который не только очень вкусный но и в то же время очень полезный а вот люди которые хотели стать сильнее увереннее в себе 4 августа отправлялись в церковь для того чтобы выстоять молебен после этого народ отправлялся к священному лику преподобной марии ей они излагали свои просьбы этот способ также помогал избавиться и от различных заболеваний в том числе и хронических преподобной марии молились и в том случае если человека например тревожила бессонница обязательно помолитесь святой а затем придя домой выпейте отвар из трав а затем ложитесь спать после этой простой процедуру человек уснет на очень долгое время более того в ночное время суток он также не будет испытывать никаких проблем со сном а вот женщины те которые родились 4 августа это хорошие вышивальщицы и в качестве талисмана ему обязательно следует носить алмаз вот друзья такой у нас с вами день 4 августа по народному календарю обратите на это внимание и постарайтесь провести этот день согласно нашим рекомендациям и советам с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк это мое видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии ну а прямо сейчас на экране друзья выйти два прямоугольника это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое на интуитивном уровне вам понравилось больше и смотрите там многоценной важной нужной и интересной для вас информации всех вам благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео